Всем привет! Сегодня хочу рассказать о своем опыте обучения в металлогии, а именно на курсе SMM-менеджера. Поехали! Этот курс я проходила дважды. В 2018 году и повторно в 2023. Чуть позднее расскажу, как так получилось. Начну с того, что привело меня на этот курс, какие цели и ожидания у меня были. На тот момент я уже закончила базовый курс интернет-маркетолога в той же металлогии, понимала, как устроена эта онлайн-платформа, как построено обучение, какой темп заложен. Поэтому сюрпризов для меня не было. Но в рамках первого курса я уже нашла проект для работы. Это был интернет-магазин экзотических растений и предложила заказчику выгодную сделку. Он берет меня SMM-специалистом без большого опыта в этой сфере, а я беру этот проект в качестве учебного и строю полноценную стратегию. Очень удобным отличием курса SMM-специалиста была возможность выбрать именно свой проект, а не учебный. На предыдущем курсе у меня, к сожалению, такой возможности не было. Как я уже сказала, темп вам не был известен. Обучение было построено на видеозаписях и вебинарах. По каждой теме было домашнее задание, плюс давались дополнительные материалы. Гонки не было, поэтому я лично успевала и учиться, и развивать проект с растениями. Но отмечу, что другой работы на тот момент у меня не было. Обратная связь экспертов была исчерпывающей. Они отвечали на все вопросы, поясняли свои рекомендации. Задержек по проверке домашних заданий я не заметила, поэтому курс пролетел довольно быстро, но продуктивно. По итогу я получила не только диплом, но и сформировала рабочую стратегию по продвижению своего проекта. Как показала практика, стратегия была рабочей, но некоторые корректировки, конечно, в нее приходилось периодически вносить. А теперь то, зачем я вернулась на этот курс спустя пять лет. Я считаю, да не только в принципе я, что социальные сети, они стремительно развиваются. Каждый день что-то меняется в интерфейсах, появляются новые инструменты, новые правила. Даже будучи активным участником профильных сообществ и конференций, я поняла, что мне все равно не хватает структуры в имеющихся знаниях. Поэтому в определенный момент я взглянула на текущую стратегию развития нашего бизнеса и решила ее полностью пересобрать. Для этого я снова пришла на курс SMM-менеджера, но уже обновленный. Насколько он стал лучше или хуже, сейчас расскажу, но для начала небольшой спойлер. Результаты все равно в итоговом счете будут зависеть не только от подхода экспертов и их знаний, но и от вас самих. Так что же изменилось в металлогии за эти пять лет? Не секрет, что многие инструменты стали недоступны. Но, как я вижу, металлогия следит за трендами и на данный момент преимущественно, конечно, предлагает изучать продвижение в российских социальных сетях. Так как запрещенные от нас ушли, но в нашей жизни появились телеграм, появились нейросети, новые инструменты для работы с графикой, текстами, популярными становятся чат-боты. Тем очень много для изучения, и все это подробно было рассмотрено в рамках курса. Но больше всего лично мне понравилось то, как был переработан блок со стратегией. Уже в начале пути ты ставишь подробные цели. В этот раз я пришла учиться все с тем же проектом, все с теми же цветочками. Казалось бы, что я все знаю, все умею, но нет, это так не работает. Уже на этом блоке я смогла определить свои сильные и слабые стороны, что нужно менять, что развивать. И для меня это было максимально полезно. В целом курс стал намного сильнее. Материалы стали более экспертными. Рассмотрено больше инструментов, больше возможностей, несмотря на все текущие ограничения. Но и трудозатраты стали выше. Плохо это или хорошо, решать вам. Я считаю, что это хорошо, потому что у современного СММщика нет зазора времени на долгие решения. Выполняя домашки быстрее, вы более приближены к условиям реальной работы. Если вы надеетесь уделять час в неделю и зарабатывать много денег, к сожалению, это так не работает. Домашние задания стали объемнее. Если в первом прохождении я тратила на них порядка часа-двух максимум и забывала, то здесь приходилось попотеть. Но очень помогали шаблоны презентаций, в которых все выполнялось. Потому что при первом прохождении мне нужно было просто создавать Google Doc, в нем все делать. Здесь же уже есть готовые презентации, куда ты вносишь свои данные. И хочу отметить, что обратная связь экспертов стоила затраченных усилий. Также добавилась возможность индивидуальных встреч с наставниками. Кстати, это бесплатная опция. Четыре встречи за курс на каждого студента, где можно разобрать вопросы по материалам курса и домашним заданиям. Мне это лично не понадобилось, но я уверена, что это очень полезная опция для новичков. Стоит отметить, что прокачался не только сам курс, но и в целом нетология. Если в 2018 году все общение ввело в студенческом чатике Телеграма, то теперь на платформе появилась полноценная служба поддержки, куда можно задать вопросы, и координатор оперативно отвечает. Возможно, я ошибаюсь, и в 2018 году тоже было что-то подобное, но мне приходилось общаться только в Телеграме. Это было не очень удобно, так как вопросы уходили в трейдинг-аверк, сейчас все очень структурировано. Подготовка аспирантов стала значительно лучше. Если раньше тебе, дай бог, подскажут, как зайти в личный кабинет, не в обиду нетологии. Аспиранты были классные, они действительно помогали, но в большей части по организационным вопросам. Это тоже полезно, но теперь я вижу, что берут людей с опытом в этой сфере. Я неоднократно замечала, как аспиранты давали экспертные советы в чате. То есть они умеют пользоваться инструментами, они понимают эту сферу, и, соответственно, они помогают новичкам легче вгрузиться. Также в нетологии появилось мобильное приложение. Я не была его активным пользователем и не могу оценить его удобство в полной мере, но один момент я все же подсвечу. Он очень удачно присылал мне пуши о вебинарах, потому что письма я пропускала и могла пропустить сами вебинары, а благодаря приложениям я приходила на них вовремя. Это очень классно. По итогу повторного прохождения я добилась своей цели и пересобрала свою стратегию. Я закончила курсы в декабре, и на текущий момент, сейчас это апрель 2024 года, я вижу, как наши социальные сети преобразились, заиграли новыми красками, повысились охваты. Поэтому я желаю всем специалистам больших охватов. Помните о своем развитии, не упускайте возможность прокачивать свои знания с помощью таких курсов. Обязательно приходите учиться в металлогию. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok